Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу весьма короткую историю об одном парне, которая произошла уже много лет назад. И несмотря на то, что в ней не будет ничего сверхъестественного, тем не менее она без преувеличения смогла изменить жизнь миллионов людей во всём мире. И каждый уважающий себя успешный человек так или иначе о ней знает. И к слову, я думаю, что каждый из вас также её должен услышать. Началась она ещё в далёком 1914 году, когда в семье еврейских иммигрантов, которые основались в Портленде, США, родился мальчик по имени Джордж. Его отец был учителем математики, а мать лингвистом в библиотеке. О раннем детстве Джорджа я не буду рассказывать, так как в нём нет ничего удивительного. Рос он, как обычный мальчишка тех лет и не особо отличался от сверстников. Единственное, что заставлял парня в буквальном смысле этого слова делать отец, усиленно изучать геометрию. Сказать, что парень был от этого без ума, скорее всего, сложно. Но так или иначе, он подчинялся родителю и выполнял сперва несложные задачи, которые ему давал отец, а уже ближе к окончанию школы и довольно-таки непростые. Но как бы там ни было гением, конечно же, он не был. И даже несмотря на то, что он довольно неплохо разбирался в этой науке, что в итоге и позволило ему поступить в Университет Мэрилэнда на математический факультет, но он всё так же был обычным студентом, который ничем не отличался от сотен и даже тысяч таких же, как он. Кроме того, Джордж нередко мог себе позволить пропустить занятия, за что частенько был наказан дополнительным заданием. И, к слову, именно с этого момента мы и подобрались к самому главному. К тому, что может изменить ваш взгляд на окружающий мир. Итак, представьте себе ситуацию. Калифорнийский университет Беркли, 1939 год. По одному из длинных коридоров корпуса бежит 25-летний студент по имени Джордж. В силу неведомых причин он, как и часто бывало до этого, снова опаздывает на пару своего преподавателя Ежи Неймана, преподающего статистику. Причём опаздывает на целых 20 минут. Едва отдышавшись несколько секунд перед тем, как войти в аудиторию, он тихонько приоткрывает дверь и входит в неё. Парень хочет быть незаметным, поэтому быстро садится за парту, после чего, завертев головой, пытается понять, что же он пропустил. Но, глядя на лицо преподавателя, понимает, что это далеко не лучший момент вызывать к себе внимание. К моменту его появления в аудитории на доске уже были написаны условия двух задач. «Ага, всё просто», – подумал Джордж. «Это, видимо, домашнее задание к следующей паре». После чего безответственный студент переписал задачи в тетрадь и стал слушать профессора, дальше думая о чём-то своём. Как бы там ни было, друзья, уже вернувшись после учёбы домой, он трижды пожалел о том, что опоздал на эту пару. Задачи были действительно сложными, и парень подумал, что, вероятно, пропустил что-то важное для их решения – то, что преподаватель рассказал студентам в начале урока. Однако делать было нечего, и ему пришлось изрядно поломать себе голову несколько дней до следующего урока статистики, чтобы всё же их решить и выполнить домашнее задание. И немного забегая наперёд, скажу, что всё оказалось проще и куда сложнее одновременно. Довольный студент уже несколько дней спустя заскочил к профессору и отдал ему тетрадь с домашним заданием. Преподаватель, в свою очередь, лишь рассеянно принял тетрадь, не отрываясь глазами от доски, на которой он что-то чертил перед парой. Да, мол, хорошо. Конечно же, он как-то не сразу смог вспомнить, что не задавал студентам ничего подобного и автоматически положил тетрадь к себе на стол для проверки. С тех пор прошло уже почти две недели, а ответ от профессора парень так и не получил. Кроме того, уже на следующей паре преподаватель подошёл к Джорджу после урока и сказал, что его задачи всё ещё на проверке. И это ещё больше заставило парня понервничать, так как такая длительная проверка могла для него плохо закончиться, учитывая тот факт, что на носу была полугодовая оценка. Но то, что дальше произошло, даже трудно объяснить словами. Спустя некоторое время Джорджа вызвали в деканат, и перед этим походом у него было плохое предчувствие. Но когда он открыл дверь в кабинет, то увидел, что в нём уже находилось несколько незнакомых ему мужчин и профессор статистики вместе с деканом. Трудно описать, что ощущал в тот момент наш студент, и, возможно, он уже готовился к худшему. Но слова профессора его удивили. «Поздравляю, Джордж! Как ты до этого додумался? Сам или кто-то помог?» И хоть парень не мог сообразить, о чём идёт речь, но всё же спросил. «Профессор, о чём вы?» После чего Ежи Нейман показал ему ту самую тетрадь с домашним заданием. И, как оказалось, он всё выполнил правильно, вот только это было вовсе не домашнее задание. Когда спустя некоторое время профессор проверил тетрадь, которую ему принёс ученик, у него просто глаза полезли на лоб. Он вспомнил, что действительно в начале одной из лекций рассказывал студентам условия двух этих задач. Но всё дело в том, что он написал на доске условия двух неразрешимых задач. Двух задач, которые являлись загадкой и которые не мог решить не только сам профессор и остальные выдающиеся умы того времени, но и никто в целом мире. Над ними пыхтели самые выдающиеся математики уже несколько десятилетий, и даже самые маститые учёные лишь разводили руками. Однако Джордж просто не знал, что они нерешаемы, и по стечению глупых обстоятельств он просто прослушал ту часть, где говорилось, что решить их ещё никому не удалось в целом мире. Именно так, поломав голову всего несколько дней, он их всё же решил. В кабинете декана находились профессоры Математической Академии Наук США, которые также прибыли поздравить горе студента. А полное имя этого героя – Джордж Бернард Данцек, известный учёный 20-го столетия и разработчик алгоритма, применяемого в решениях задач с симплекс-методом. Также он считается основоположником линейного программирования и стал первым лауреатом премии фон Неймана в 1974 году. Позже наш горе студент получил национальную научную медаль США и стал почётным доктором Мэрилендского университета. А в 1970-е годы он был избран в Национальную Академию Наук США, Национальную Инженерную Академию и Американскую Академию Искусств и Наук. После себя он оставил множество различных трудов и книг, но всего бы этого не было, и скорее всего его имя так бы никто и не услышал, если бы он пришёл тогда на пару вовремя. По крайней мере, именно так с улыбкой говорил сам профессор Джордж Данцек. «Иногда вы можете сделать невозможное, то, что никто ещё не делал до вас. И всё это возможно лишь в том случае, если только вы не убедите себя сами в том, что это невозможное невозможно. Если бы я тогда пришёл на урок вовремя и услышал, что эти задачи нерешаемы, я, конечно же, никогда бы не смог их решить. Так всегда говорил Джордж Данцек, когда его спрашивали, как всё это ему удалось. Ну, а эту историю взяли на вооружение все самые смелые и успешные люди, новаторы нашего времени, миллиардеры и первооткрыватели, все те, кто просто уверен, что все проблемы только у нас в голове и в восприятии того, что мы делаем. Друзья, а как вы считаете, это действительно так? Вся проблема лишь в том, что мы сами не верим, что то или иное реально? Обязательно пишите своё мнение в комментариях, а как лично вы думаете? Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось и до скорого!